27 час космических рейнджеров. Так, я лечу в Денебулу, который к тому же еще и атакует, чтобы получить свое вознаграждение за убийство пирата. Вообще квестов стали выдавать довольно редко, видать они все кончились что ли. Так, забрать вещи со склада, что у нас тут есть? Кварковая бомба. Не, не кварковую бомбу. Оставим, может быть, на финал, там с Махпелой драться. Есть для меня задания? Заданий нет, как обычно. Так, в Денебуле у нас системы Халгала, Халгала и Астрон. Халгала, Астрон. Кстати, новости надо иногда почитывать. Так, в систему пьедок вторглись. Ну, может быть, я полечу сейчас ее защищать. Так, сравниваем цены. Ого! Технику можно очень выгодно купить, продать. Маржа 20 аж получается. А, так у меня денег нету. Блин, какая нахрен? Я все время забываю, денег-то у меня нету. Какой смысл? Денег ноль. Денег сейчас будет завалить, когда я получу награду в Денебуле. Вот этот фазер. У меня 5 фазеров. Меня напрягает то, что в ближнем бою фазер беспонтовый. Он очень на маленькую дистанцию бьет. Я имею в виду в аркадном режиме. Вот. А финал игры там, по-моему, надо будет то ли с Махпеллой, то ли с Рачиханом драться. И, соответственно, соответственно, тут, кстати, в моих услугах не нуждаются. Тут без меня отбили систему. И, соответственно, я не знаю, как я буду финальный бой проводить в аркадном режиме с этими фазерами. Мне по-любому надо менять пушку будет. Пушки менять надо будет на что-то более приличное. И вот сейчас у меня появятся деньги. В принципе, у меня корабль вроде бы отремонтирован, да? Может быть, попробовать сразу посмотреть пушки. Другие, с большей дальностью стрельбы. Пиратский корабль пеленгов «Липакиш» был успешно ликвидирован. Спасибо за вашу помощь, Форн. И получите 34 600 кредитов. Вопросы мирного урегулирования – одна из важнейших проблем современности. И мы рады, что вы не стоите от нее в стороне. И еще позвольте вручить вам подарочек под названием «Пси-ускоритель материи» в виде дополнительного вознаграждения за труды. При помощи собственного мощного сознания «Пси-ускоритель» настраивается на общую «Пси-волну» с двигателем. Пространство вокруг корабля преобразуется и тем самым обеспечивается лучшая проходимость сквозь любые материальные формы. Так, он еще один квест дает. Так, он мне дал «Пси-ускоритель». «Пси-ускоритель» вступает в психический симпиоз с двигателем. Блин, ну 41 единица – это пипец. 41 единица массы. Так, в таком случае дополнительные 80 единиц скорости дает. Ну, я не знаю даже, надо его ставить, не надо, все-таки слишком тяжелый. А с другой стороны, какая альтернатива-то? Другого-то не будет у нас. То есть это уникальный, как я понимаю, артефакт. Нет, пока я не буду его использовать в топку. Или оставить, я вот не знаю. Ладно, давайте оставлю, может быть, корпус поменяю на более емкий. Так, он мне дает новый квест. Дорогой Фор, на нашей цветущей планете проводятся спродажи… А, нет, нет, есть для меня задание. Главный тренер… О, текстовый квест. Главный тренер нашей хэтчбольной сборной неожиданно погиб в автокатастрофе. По странному совпадению, это произошло прямо перед решающим матчем против пеленгов. Никто не соглашается заменить собой погибшего тренера. Вы единственный, кто может нам помочь. Если вы согласны, то вам следует сейчас же лететь на планету Гаргынг системы Арктур для участия в матче последнего тура чемпионата галактики по хэтчболу. Команда уже там. Сейчас сборная пеленгов занимает в таблице первое место, опережая нас на 1 очко. Поэтому нам нужна только победа. Матч должен состояться не позднее 6 марта 2018. Если вы не посрамите честь нашей сборной, то по возвращению на нашу планету Астрон ваша премия за победу составит 22 900 кредитов. Так, сохраняемся и я беру повышенную сложность. Потруднее. Тогда награды 229 800. Я берусь за это задание. Так, погнали в систему Арктур. Далековато, конечно, далековато. Так, летим в систему Хезе. Золото Зентак. Орстудит Будит. Теперь я могу торговать. Потому что у меня достаточно денег. Соловека. Ух ты. Медикаменты. Маржа 13. Неплохо. А, слушайте. У меня теперь еще меньше стало места. Из-за этого пси-ускорителя чертового. Особо не заработаешь, да? Так, ну давайте я куплю медикаменты. Если маржа 13, 130. Это копейки. Я даже не знаю, есть ли смысл вообще на это время тратить. Тогда я не буду торговать вообще. Раз у меня нет места в трюме, то хрен с ним. Торговать не буду. Привет, Фор, давай вместе мочить Крисанов. Летим в систему Солнца, там быстренько сбиваем половину этих тварей и прыгаем назад. Присоединяйся скорей. Извини, друг, я бы слетал, но мне сейчас некогда. Мне надо квест выполнять. Надо менять корпус однозначно. По всей видимости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Тоже квест дают, но я занят Блин, чуть-чуть до Арктура не дотягиваю, зараза Я отлично не вижу особого ускорения Хотя, если у меня была скорость 700, стала 780, это получается всего лишь на 10% скорость корабля увеличилась При этом 43 единицы, 41 единица, по-моему, или 43 массы Это ж пипец Может, выкинуть его? Не знаю, я прямо теряюсь Так, какая планета Гардгинг? Столица планеты Гардгинг Казалось, жила только предстоящим матчем Уже в Космопорте вы почувствовали, что ажиотаж вокруг него огромен Об этом свидетельствовали как развешанные везде огромные рекламные плакаты Так и толпы болельщиков, всех раз, снующих здесь и там Как тренера одной из играющих команд Вас сразу же провели через VIP-коридор Избавив от многочасового прохождения Традиционно унизительных пеленгских таможенных формальностей На скоростном аэротакси вас отвезли в роскошный отель Ажиотаж вокруг матча был вполне понятен Хэтчболл был одной из немногих точек соприкосновения человеческой и пеленгской культур Он возник как некий симбиоз древней, почти забытой человеческой игры футбол И традиционной пеленгской борьбы хэтч-хряб В результате появилась игра, ставшая одинаково популярной как среди людей, так и среди пеленгов Регулярные чемпионаты по хэтчболу проводились едва ли не со дня образования галактического содружества Некоторое физическое преимущество людей пеленгам удавалось легко компенсировать постоянным мухляжом Введением дополнительных правил и прочими мелкими хитростями Благо межпланетная федерация хэтчбола, бывшая чуть ли не единственной межрасовой организацией В которой пеленги принимали активнейшее участие, всегда шла у них на поводу Этот же матч имел особое значение по очень простой причине Нынешний чемпионат был сотым по счету, и его победитель навеки вписал бы свое имя в историю хэтчбола Вы с комфортом устроились в номере люкс самого дорогого отеля в городе Интересно, как оценивают специалисты шансы команд в предстоящем матче, подумали вы? Включить спортивный канал стереовизора Прогнозы специалистов вас не обрадовали Большинство из них склонялось к тому, что фактор своей планеты, несмотря на многочисленный десант болельщиков людей Может дать пеленгам значительное преимущество Кое-кто из обозревателей людей даже пытался намекать на возможную со стороны пеленгов работу с судьями Кроме того, высказывалось мнение, что сборная Астрон может быть деморализована неожиданной смертью тренера Ну, мы еще посмотрим, кто кого, подумали вы, выключая стереовизор В это время к вам в номер зашел один из организаторов матча, господин Клоск Поздравив вас с благополучным прибытием, он сразу же перешел к цели своего визита По старой традиции, право выбора формы принадлежит гостям Как говорил вчерашний величайший хэтчболист нашей планеты Марадупель Тактика команды определяется ее формой Поэтому советую отнестись к выбору формы серьезно В ходе дальнейшего разговора Клоск сообщил вам, что В красных цветах играет бессменный чемпион системы Арктур Так что эта форма определенно понравится зрителям В синей форме играет любимая команда верховного лякуши планеты Гаргинг Так что судьи традиционно симпозициируют этим цветам Наконец, хэтчболисты верят, что желтый цвет приносит удачу Итак, какие цвета вы выберете? Друзья, давайте я по прохождению По прохождению пройду этот квест Потому что, ну, понятно, что я без него не пройду этот квест Секундочку, сейчас его найду Хэтчбол, да, называется? Хэтчбол Всего в игре 23 квеста или 22 Но за одно прохождение, говорят, нереально пройти все То есть я, скорее всего, пройду около половины В ходе этого прохождения Прохождение, кстати, по идее уже практически заканчивается У меня осталось Махпелу найти Квест сильно случайный Надежное прохождение невозможно Можно даже за счет случая получить такой задел в первых четырех таймах Что в оставшихся двух наплевать на жучок В зависимости от начальных параметров Выбираем себе цвет формы И к концу четвертого тайма Увеличиваем ключевой параметр до 80 Это я считаю прохождение В конце четвертого тайма Объявляется вражеский шпион И если не обезвредить жучок Соперник всегда будет выбирать наихудший для Грефа вариант Жучок обезвреживается, если есть 80% какого-то параметра Если ставим на благосклонность суди Ищем помощи у него Если на благосклонность зрителей Просим подсказки у них Если на удачу, ищем жучок сами К Лякуше можно обращаться только один раз Больше крайне ненадежно Если Греф обращался к Лякуше и проиграл Его топят в болоте Ну честно говоря, я ничего не понял Получается, что тут на чистом везении все Так, ну давайте возьмем синие На благосклонность суди Который влияет Получив ответы на все свои вопросы, Клоск ушел Ложась в кровать, чтобы хорошенько выспаться Перед завтрашним матчем Вы случайно заметили в книжном шкафу Отделанном под антикварный стиль Евроремонт Толстый фолиант Долбановского Тактика современного хэтчбола Ваши действия Хэтчбольный матч состоит из шести раундов И на каждый раунд может быть выбрана своя тактика Специфика хэтчбола не позволяет команде Изменять тактику посреди раунда Если не учитывать влияние таких слабо предсказуемых Факторов Как мнение судей Поддержка зрителей и, наконец, просто удачу То победа достигается именно за счет Тактического превосходства над соперником В современном хэтчболе существует Три принципиально различные тактики Оборона, атака и хэтчинг Если соперник играет в атакующий хэтчбол То лучшей тактикой против него будет строгая оборона Для преодоления насыщенной обороны Надо использовать хэтчинг Наконец, давно известен тезис Что атака – лучший прием против грубого хэтчинга Следовательно, этим простым принципом позволит Вам выиграть каждый отдельный раунд Однако, не надо забывать, что игра состоит из нескольких Раундов И в перерыве между раундами Соперник может сменить тактику Кроме того, судей, зрителей и удачу тоже не следует сбрасывать со счетов Известно, что зрителям нравится атакующий хэтчбол И не нравится хэтчбол оборонительный Судьи не любят команды, применяющие хэтчинг И симпатизируют обороняющимся Наконец, старое хэтчбольное поверье гласит Ищи удачу не в атаке, а в хэтчинге Иногда соперники, особенно пеленгские команды, пользуются Этими приметами, выбирая наиболее невыгодные для противника Тактические построения Возьмем, например, полуфинальный матч на Кубок Галактики 2788 года Утром вы обнаружили на полу возле вашей двери записку Текст гласил Букмекерская контора контроль удачи хочет сделать вам выгодное предложение Если оно вас интересует, спуститесь в бар Ваше решение Проигнорируют записку Вы спустились в вестибюль отеля В шикарном аэробусе вас отвезли на шикарный стадион Макарана Который был гордостью планеты Гаргин Поскольку мог вместить полмиллиона зрителей Но вы могли бы поклясться, что сейчас там собралось Раза в три больше болельщиков всевозможных раз И из-за их рева вы не слышали даже собственного голоса Огромное табло высвечивало два нуля Интересно, что оно будет показывать по окончании матча Но вам пора идти в раздевалку, чтобы дать последнее наставление команде Пойти в раздевалку Итак, вы в раздевалке До начала игры осталось всего несколько минут Игроки готовы слушать ваши указания Какую тактику вы выберете на первый раунд? Так Судьи любят оборонить Те, кто обороняется Давайте оборонительный хэтчбол Я же сделал ставку на судей, правильно? Давайте оборонительный хэтчбол Я решил, что в этом раунде надо применить оборонительный хэтчбол Безапелляционным тоном сообщили вы игрокам Это именно то, что нужно Выйти на поле Пеленги выбрали атакующий в хэтчбол Атакующий хэтчбол Смотреть игру Раунд получился интересным Ваша сборная уступила сопернику территорию и ловила его на контратаках В результате на один гол сборной планеты Гаргинг Ваши игроки отметили двумя Отлично Я повел в счете Наконец первый раунд окончился Игроки обеих команд покинули поле и отправились в раздевалку Пойти в раздевалку Итак, вы в раздевалке Первый раунд окончился Счет 2-1 в вашу пользу Все еще впереди Игроки готовы слушать ваши указания Какую тактику выберете? Давайте опять оборонительный Мне кажется, что в этом раунде сборная Гаргинг пойдет вперед Уверенно заявили вы игрокам Отсюда вывод Играем в оборонительный хэтчбол А, ну да, все правильно Соперник выбрал хэтчинг Смотреть игру Тактическое превосходство соперника принесло ему успех Взломав вашу оборону красивым хэтчингом Сборная планета Гаргинг Планета Гаргинг забила 1 гол А 2-2 счет Так, ну че? Поддержка зрителей 30 Доброжелательность в D60 Давайте еще раз оборонительный Постарайтесь построже сыграть в обороне, ребята Попросили вы игроков А там, глядишь, поймаем их на контратаке Сборная планеты Гаргинг выбрала оборонительный Хэтчбол Трусливо прижавшись к своим воротам Обе сборные под оглушительный свист недовольных зрителей Протянули время до конца раунда Как только прозвучал свисток судьи Ознаменовавший конец третьего раунда Все игроки покинули поле и отправились в раздевалку Счет по-прежнему 2-2 Давайте опять оборонительный Играем так Один выдвинутый форвард А все остальные в своей штрафной В своей штрафной Напутствовали вы игроков Главное не пропустите, а там будь что будет Сборная планеты Гаргинг выбрала оборонительный Хэтчбол Игра проходила чрезвычайно скучно Пока благожелательно настроенный судья Не назначил опасный штрафной в ворота ваших соперников Капитан вашей команды Дуб Дуб О. Лом Признанный мастер стандартных положений Использовал единственный шанс вашей команды в этом раунде Счет 2-3 в мою пользу Ну 3-2, наверное, правильно сказать 2-3 игры позади Вы решили пойти в раздевалку, не дожидаясь возвращения игроков Пойти в раздевалку Подходя в раздевалке, вы вдруг увидели мелькнувшую прочь от ее дверей четырехрукую тень Страшное подозрение закралось вам в голову Пеленги установили в вашей раздевалке жучок Чтобы узнавать выбираемую вами тактику Что вы предпримете? Обратиться с протестом к судье Добородательный судей 8% у нас Судья был настроен явно в вашу пользу Выслушав ваши подозрения Он направил в вашу раздевалку своего помощника Вооруженного детектором по обнаружению подслушивающих устройств И действительно, на ножке одной из скамеек находился пеленгский жучок Какая мерзость, прокомментировал этот факт судья Терпеть не могу эти пеленгские штучки Итак, вы в раздевалке Игра вступает в решающую фазу Надо обязательно найти нужные слова, чтобы успокоить команду и выбрать правильную тактику Игроки готовы слушать ваши указания Какую тактику вы выберете на предпоследний раунд? Оборонительный хэтчбол Строгая оборона и быстрые контратаки Верный залог успеха в игре на чужом поле С этими словами вы проводили свою команду на поле Соперник выбрал хэтчинг Ваша команда довольно успешно справилась с защитой собственных ворот Тем более, что благосклонно настроенный судья Жестко пресекал особо грубый хэтчинг соперников В этом раунде голов забито не было Наконец, пятый раунд окончился Игроки обеих команд порядком устали Вы отправились в раздевалку вслед за ними Остался лишь один раунд Игроки готовы слушать ваши указания Давайте я опять оборонительный Поддержка зрителей у нас 0% Если что, судья 100% Удачи 50% Оборонительный хэтчбол Этот раунд нам лучше провести в обороне Напустив ли вы игроков Надеюсь, что пеленги не применят хэтчинг Соперник выбрал хэтчинг Тактическое превосходство соперника Принесло ему успех Взломав вашу оборону красивым хэтчингом Сборная планеты Гаргынг забила 1 гол Так это получается 3-3 у нас? Наконец, судья дал финальный свисток Возвешающий об окончании матча Матч окончился в ничью Пойти на пресс-конференцию На пресс-конференции тренер Пеленгов Любезно хвалил игру вашей команды Не скрывая, впрочем, своего торжества Ведь матч завершился в ничью Что для вас равносильно поражению Так что не видать вам премии В 29 800 кредитов, как своих ушей Вы бы возвратились обратно в космопорт Сразу же после пресс-конференции Больше вам на этой заштатной планете Делать было абсолютно нечего Квест провален У нас проблемы, друзья Квест провален Придется переигрывать Я сейчас попробую ту же самую тактику Тут же от случайности все зависит, правильно? То есть синие Лечь спать Проигнорирует записку Так, и выбираем оборонительный, да? Так, счет 1-0 в их пользу Оборонительный 1-0 2-0, ё-моё Так, давайте тогда атакующий хэтчбол Ух ты, двоем мяча забили Но и они один матч забили Как и говорилось в учебниках по хэтчболу Нападение оказалось эффективнее хэтчинга На один гол соперника вы ответили двумя своими Так, попробовать найти Вернее, так Благосклонный судей 90 Попросить судью, соответственно, да? Так, атакующий хэтчбол давайте Я уверен, что пеленги попробуют задавить нас грубым хэтчингом Предположили, в таких ситуациях К лучшему ощущению является атакующий хэтчбол Господи, 4-2 Они опять забили 5-4 я проиграл, короче Вы решили не ходить на пресс-конференцию Но вряд ли кто-нибудь из журналистов заметил ваше отсутствие Все стремили взять интервью у новых чемпионов галактики Плюнув в сердцах, вы вернулись к космопорту Поклявшись, больше никогда не связываться с такой мерзкой игрой, как хэтчбол Будем пробовать, пока не получится Деньги нужны В конце концов-то получится, очевидно Давайте я выберу атакующий хэтчбол Применяем атакующий хэтчбол, сделали в установку игрокам Не думаю, что пеленги станут сидеть в обороне и ловить нас в контратаках Красивый атакующий хэтчбол в исполнении обеих команд очень понравился зрителям Несмотря на то, что голов было забито мало Лишь по одному разу удалось каждой из команд огорчить соперника Так, я веду 2-3, но у меня доброзелательность студии 50% Так, оборонительный выбираем, чтобы доброзелательность студии была выше 50% Блин, они забили 3-3 счет Так, атакующий хэтчбол Ну и они, так, опять ничья, опять по голову забили Так, попросить судью Ну атакующий давайте Ё-моё, опять мы проиграли Ё-моё Ну сколько надо пытаться-то, ё-моё Сколько нужно пытаться, чтобы выиграть Первый раунд в ничью Оборонительный Они опять забили Атакующий Так, 1-1 Атакующий 2-1 И опять в их пользу Вы рассказали суде о своих подозрениях, но он был неумолим Я не вижу серьезных оснований для беспокойства Сборная планеты Гаргынг никогда не была замечена в применении подобных приемов Так что не волнуйтесь по пустякам Ну короче, нет шанса выиграть Потому что, видите, судья не благосклонен Так, ну первые два раунда, значит, должны быть оборонителями обязательно Потому что иначе судья будет не благосклонен Ну и опять я не веду 2-0 3-0 уже ведут 4-0 Да блин, почему судья-то не благосклонен? Почему судья не позволяет жучок? Надоело Так, я веду 3-2 Так, оборонитель По-прежнему 3-2 Так, попросить судью У судей доброжидатель судей 90% Тут он должен, конечно Ну да Так, 5-2 я в счете веду Офигеть Грамотная оборона вашей сборной Легко справилась с робкими атаками соперника И ваша команда Несколько раз поймала соперника на контратаках Две из которых закончились голами Второй из них, правда, вызвал бурные протесты пеленгов Так как был забит рукой Но благожелательно настроенный судья Все равно его засчитал 5-2 Наконец, пятый раунд Так, ну я веду 5-2 Я не знаю, как тут можно проиграть Оборонительный хэтчбол Ваша команда Сгрудилась у своих ворот Стараясь не пустить Соперника в свою штрафную площадь И ей это почти удалось Лишь однажды Ваши защитники Не смогли ничего противопоставить Мощному хэтчингу Пеленгской команды За что и поплатились Голом свои ворота Но я выиграл 5-3 Наконец, судья дал финальный свисток Возвещающий об окончании матча Матч окончен Мы победили Поздравив игроков с победой Пойти на пресс-конференцию На пресс-конференции Все поздравляли вас С заслуженной победой Вы с удовольствием Рассказывали о своих Тактических задумках Задумках на этот матч Победоносно Посматривая в сторону Тренера Пеленгов Скрючившегося На соседнем стуле После пресс-конференции Состоялось Награждение Победителей Золотыми медалями Чемпионов галактики Вам было очень приятно Получить такую медаль Всего за один Выигранный матч Еще приятнее Было вспоминать О сумме 29800 кредитов Ждущей вас На планете Астрон Немного Немного Правда Смущали злые взгляды Местных болельщиков Которых вы лишили праздника Но ничего Не попишешь Спорт есть спорт Вместе с командой Вас отвезли в отель А затем в космопорт Там ваши пути разошлись Вы Поблагодарив Хэтчболистов За хорошую игру Отправились по своим делам А команда Полетела обратно На свою планету Отлично Так Лететь на Астрон Это система Денебл Она не под атакой Не под атакой Так Давайте квест спросим Есть ли у меня задание Уважаемых фор Мы хотим предложить вам Неплохую сделку Один из сотрудников Малокского представительства Так Секуды Уважаемые фор Мы хотим предложить вам Неплохую сделку Один из сотрудников Малокского представительства На планете Зентак Системы Хезе Заказал в нашей конторе Контрабандный груз Подарочный набор Алкогольных напитков От лучших Пеленгских производителей Вы конечно знаете Что спиртное У молоков Под запретом Поэтому товар Замаскирован Под прибор Для перегонки азота Наш клиент работает В представительстве И именно он Встретит вас Когда вы прилетите на планету Ему лично в руки Вы и передадите груз Здесь важна точность Вы должны попасть на планету И передать товар Не позже оговоренного срока Если вы опоздаете Клиента сменит другой служащий И вы уже Не сможете передать товар Мы можем договориться с ним О том Что он будет ждать Вашу прибыть В течение семидесяти дней Потруднее В течение тридцати пяти дней Я берусь за это задание Так Мне надо лететь В систему Хезе А тут один прыжок Да? Я надеюсь Так Так В систему Хезе Блин Придется через Канопу слететь Черт подери Я могу не успеть Но если не успею Загрузимся Какие проблемы-то Кстати Что там в трюме у нас Ну в трюме понятно Контрабандный алкоголь Описание хочу глянуть Подарочный набор Алкогольных напитков Замаскированный Под прибор Для перегонки азота Спею Сегодня начал смотреть сериал Слово пацана Первую серию глянул В принципе мне нравится Но конечно главный герой Ну абсолютно Ну Такой Такой нерешительный рохли Такой сопляк Он не мог в реальной жизни В группировку попасть никак То есть это нереалистично совершенно Ну а так интересненько в принципе Так Так я в системе Хезе Система солнца Освобождена от клесанов Красавчики Без моего ведома Систему солнца Даже освободили Молодцы Так Какую планету мне надо Зентак О Я так ждал вас фор Спасибо вам за доставку этого превосходного пеленского ликера Понимаете Очень трудно достать качественный товар Когда на него наложен запрет Вот приходится крутиться Очень хотелось бы чтобы информация об этом небольшом нарушении осталась между нами Ваше понимание и молчание я охотно вознагражу суммой в 21 1600 кредитов И еще позвольте вручить вам подарочек под названием антигравитатор в виде дополнительного вознаграждения за труды Антигравитатор Устройство создающего вокруг корабля пузырь В который нагнетается отрицательная кинетика по принципу Гнука Эйнштейна Внутри пузыря константы массы и объемы искривляются уменьшая фактическую массу корабля Есть для меня задание Еще одно задание Офигеть Так этот У меня уже есть антигравитатор Только тот Галагальский А этот Маловский Этот продаем тогда за 2200 Так ну что мне еще один квест дают На нашу планету недавно проник некий рейнджер по имени Умта Уолис Он уже давно раздражал нас своей наглостью, постоянно совершая прямо у нас под носом контрабандные операции Мы хотели дать ему последний шанс, но он снова продал где-то на черном рынке крупную партию Маловских ложек После этого наше терпение кончилось Мы объявили его вне закона и подняли в космос несколько дракаров, но ему чудом удалось скрыться в неизвестном направлении Мы считаем, что он должен понести наказание и заплатим вам 28500 кредитов за то, чтобы больше никогда не видеть имя Умта Уолис в списке живых рейнджеров Как вы это проделаете, ваша проблема? На выполнение заданий у вас 125 дней Так, мне предлагают грохнуть рейнджера Ну, сомнительная история Ну-ка я сейчас наберу Умта, слово в поиске Будет про него какая-то информация Ну да, он в системе солнца, кстати, совсем недалеко Интересно Давайте я выполню этот квест Так, у меня на счете уже 58 Короче, грохнуть чувака в системе солнца, да? Есть, правда, одна проблема Этот рейнджер, это рейнджер, понимаете? Он, кстати, на каком месте в рейтинге у нас? На восемнадцатом На летчик Он, кстати, на летчик То есть он плохой, что ли, считается? Да нет, он убил 26 колесанов, 28 пиратов Честно говоря, жалко рейнджер грохать Ну, в принципе, 30 рейнджеров у нас еще есть Так что нормуль Берем, берем этот квест Потруднее Потруднее, тогда 37000 заплатят Я берусь за это задание В систему солнца, погнали О, по пути, кстати Я могу тогда сразу и Сдать на Денеболе квест Хэтчбольный квест Хэтчбольный квест Так, хэтчбольный квест у нас на планете Астрон Подождите Ну, а где это? А, вон она Так, а я точно успеваю по времени? Да, успеваю Поздравляю вас, фор! Мы верили, что с таким тренером, как вы, наша команда победит сборную планеты Гаргынг И вы сделали это! Эта победа навеки останется в сердцах болельщиков Премия в 29800 кредитов уже переведена на ваш счет И еще, позвольте вручить вам подарочек под названием Псиускоритель материи в виде дополнительного заграждения за труды При помощи собственного мощного сознания Псиускоритель настраивается на общую пси волну с двигателем Пространство вокруг корабля преобразуется И тем самым обеспечивается лучшая проходимость сквозь любые материальные формы Это такой же, как у меня, да? У меня вес 41 И у этого вес 41 Но у меня он людской, а это И тот людской А почему они по цене отличаются? Я чуть не очень понимаю А давайте я сравню Тот дает скорости 80 единиц, а этот? И этот 80 дает Я просто тогда не понимаю, почему этот стоит дороже, чем тот? Вот это мне непонятно Совершенно непонятно Так, продаем Абсолютно идентичные по характеристике, но отличается цена Так, квест есть? Квестов нет Так, кстати, надо посмотреть, где тот чувак В системе солнца по-прежнему Кстати, я говорил, что меня кто-то ввел в запорождение по поводу того, что дешевле ремонтируется на военных базах А на военных базах дешевле ремонтируется, если корабль ремонтируешь целиком все сразу А если по отдельным, значит, по отдельным По отдельной единице оборудования, то да То будет цена та же самая Ну и где он? Вот этот чувак Нет, это не он Ну, написано, что он в системе солнца, но я не вижу никакого чувака в системе солнца Вон он, вон он полетел Нет, это не тот Странно Давайте просто ждать Давайте просто ждать Давайте просто ждать Поехали 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 Слушайте, он, наверное, в химнии Там с кресанами бьется Потому что, ну, видимо, последний раз его видели Видели в этой системе А дальше он, наверное, полетел Видите, там Опа, стойте, стойте, стойте Вот он Вот этот чувак Преследуем его Так, давайте я загружусь Я сразу заранее полечу в то место, откуда он летит Летел Буду его ждать Да, он, значит, воевал с кресанами Блин, мне как-то даже не хорошо как-то получается Что чувак тут воюет с кресанами, а я его, значит, убиваю, да? Блин, мы опять разошлись Ну, блин, я не знаю Наверное, против меня все креса Все рейнджеры восстанут после этого Да, блин, да ж чему мы разлетаемся постоянно Так, атакуем, беднягу Он, по идее, должен быть ранен, на, но он Как много я с него снимаю здоровье-то, офигеть Предлагаю 3000 за прекращение боевых действий и конец связи Вот засранец Блин Я не смог его грохнуть, но мне кажется, если несколько попыток провести вот таких вот Как что у него здоровье-то? Так, ладно, тогда давайте я не буду его атаковать Я просто прослежу, когда он взлетит с планеты Когда он взлетит с планеты, отлетит от нее подальше, тогда я его атакую Так, сколько дней осталось? 24 дня Тих-тих, вот он полетел, просто преследуем его Нет, надо атаковать уже, начинать Блин, он сразу же полетел обратно Нет, в чем он провинился, непонятно совершенно Да что ты будешь делать, опять он, опять он, зараза это Слушайте, а знаете, что надо сделать, наверное? Надо, надо, знаете, что сделать? Надо, короче, дождаться, когда он полетит к Клиссанам и там его грохнуть Он, скорее всего, сейчас снова полетит воевать с Клиссанами Кстати, я Клиссанам не завидую, смотрите, какой постоянный поток диджеев Ой, рейнджеров туда-сюда летает Сейчас я подловлю его именно в Клиссанской, наверное, системе Липо Честно говоря, не очень знаю Так, поскольку он успел вернуться на планету Земля На Марс, вернее Пускай он тогда чуть подальше отлетит сейчас На один ход отлетит Так, и вот теперь атакуем Он либо сейчас не успеет вернуться, либо я его добью уже в Клиссанской системе Так, в Клиссанской системе я его добью Кстати, смотрите, они освободили и систему химни Рейнджеры освободили систему химни без моего ведома Ой, без моего участия Не взяли рейнджеры, начали сжать Клиссанов А он уже возвращается обратно, зараза такой Он уже возвращается Ну, правильно, он раненый, чё? Кстати, ещё не факт Я ещё не знаю, в какую систему он сейчас полетит В систему солнца Ну, он раненый А, ну, в принципе, он может сейчас восстановить здоровье за счёт дроида Ремонтного И уже обратно возвращается Да что ты будешь делать? Я так и буду за ним гоняться, что ли? Ну, пожалуйста, умри Нет, он опять улетел Ты что ты будешь делать? В атлан прыгну А у меня в атлан нету топлива, прикиньте Пипец Слушайте, я что получается? Не смогу его завалить, что ли? Хм, у нас проблемы Это проблемы В сети Посмотрите, что ли? В сети В сети В сети В сети В сети А может быть попросить другого рейнджера? Так, давайте я его подожду сейчас возле планеты. Попросить другого рейнджера. Но с какого перепугу другой рейнджер будет атаковать другого рейнджера? Я не понимаю. Он, видите, не взлетает с планеты, потому что знает, что я его здесь караулю. Да, он не взлетит. Так, я попробую кого-то попросить атаковать этого рейнджера. Я не собираюсь одного атаковать дружественный по отношению ко мне корабль. Ну и да, было бы странно, если бы кто-то согласился. Тогда пускай он это. Попробую сейчас опять на обратном пути подловить его. А че он на меня напал-то? А че он на меня напал-то? Я не понял. Так, давайте я его тогда попробую отманить. Но он же не будет. Ну да, он не... А че он напал-то на меня? Я же его не стрелял в него. Почему? Короче, знаете, что надо сделать, друзья? Я, короче, загружаюсь перед взятием этого квеста. Перед взятием этого квеста. И просто сразу лечу в ту систему, где он там воюет. Вот именно в системе с колесанами его проще всего будет грохнуть. Именно в системе с колесанами. Пока он там воюет, вот там я его сейчас и грохну. Теперь я уже наперед знаю, что он там, правильно? Бедняк. Он там борется с колесанами, а я его убью. Субтитры сделал DimaTorzok Очень подло и грязно, конечно, с моей стороны. Но мне нужны деньги, мне же надо игру пройти. Мне надо корпус новый покупать, оружие над новое. Так, он, видимо, снизу был, да? Он, видимо, снизу, там где заварушка какая-то. Хотя его там вообще-то я не видел. Господи, опять по новой лететь, что ли? Так, давайте, чтобы время не терять, я просто найду его вручную сейчас. Блин, ни одной живой души. Где все рейнджеры? Сюрквартира. Знаю. Скажите, как по- pousinesскиーん. Только оружие со шагом. Да, не имею. Зв придет того, чтобы было удовлетворно ты захвидел. ¡Я неunal bossца, гadin которая бюрдной статьи. Слушайте, а его, похоже, здесь нет По крайней мере, нет варианта Атаковать того чувака Так, можно взять Под командование этого типа Блин, ребят, кажется, не будет никакого чувака у нас Нет, а правда, а куда он мог деться-то? Он же точно Он же точно где-то тут должен быть Очень странно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, он в системе солнца все-таки что ли? Так, я тогда возвращаюсь в систему солнца ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это не он? Нет, это не он Так, вот еще один чувак Вот он, ум-то уволец летит Сейчас вот он, сейчас я его дождусь Дождусь его В секторе с кресанами Да его так в покое не оставлю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствую себя чертом, честно говоря Последним ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда он дает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы видите здесь? Уолец Вот он Боюет с кресанами Вот это подлость Моей страны Просто жесть Блин, он уграл всем-всем у солнца Там мне кто-то что-то говорил И хоть сообщение пропустил ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...